вы смотрите информационный канал севастополя программа в контексте мы говорим о необычной породе сомалийских кошек у нас в студии заводчик кошек породы сомалийская светлана селиверства здравствуйте здравствуйте что это за порода что за кошки это очень интересная порода она отличается от остальных кошек двумя моментами во первых это окрас окрас у них называется дикий то есть он не характерен обычным домашним кошкам и он встречается только у диких кошек кракалы львы пумы сейчас покажу они ближе как раз да как у диких кошек но при этом совершенно противоположным характером наоборот абсолютно не дикие они лишены агрессии поэтому для семьи очень хорошая кошка очень ласковый вот он у нас первый раз вышел в свет он еще совсем маленький котеночек это сколько ему 6 месяцев всего 6 уже такой большой наши кошки и коты очень сильно отличаются кошечка поменьше сейчас покажу котик уже сейчас огромный да и любопытно это 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 как раз особенность их породы они очень активны если кто-то хочет завести себе диванную подушку которая будет сидеть на одном месте там на коленочках и мурчать то сомалийские кошки противопоказаны таким людям это нужно людям которые любят активных потому что они будут двигаться двигаться еще раз двигаться они везде залезут откроют любой ящик шкаф везде залезут все исследуют вот джина у нас последнее время любят где висит белье веревки там прыгает туда наверх и сбрасывает белье то есть хулиганит можно за это еще как так давай лапы иди туда пока а что касается лютика лютик он спокойный по сравнению с другими но все-таки он котенок еще котенок любит бегать хулиганить веселиться веселиться и еще такой интересный момент он когда приехал был раза наверно в три меньше но был три месяца он буквально за месяц прибавил 2 килограмма и он еще не привык самую весу поэтому он все время прыгал куда-то думал что он маленький и все время падал потому что он ну дальнюю не не мог просто да сейчас он стал конечно более аккуратный но бывает пытается на холодильник запрыгнуть и падает что касается вот допустим для семьи если этих кошек приобретать насколько они с детьми ладят прекрасно ладит как раз дети дети же что любит дети любят тоже беситься бегать прыгать активный и зачастую некоторые даже отказываются от животного когда появляется ребенок то что ребенка начинает его тискать мучить а этим наоборот за счастье они будут вместе с ребенком носиться беситься так лютик давай посиди там ну вот как раз клетки он не видно ладно показать потому что он туда зайдет джина джина они немножко раз чуть-чуть разный окрас не потемнее и практически одинакового размера получается вот как раз то о чем вы говорили что кошки и коты размерами различать кстати что касается джина она вы упомянули что ей уже 24 4 года а что касается вот потомство так сейчас я как-нибудь пускай лютик тогда идет погуляет джина у нас такая уже мадам бывалая она была на многих выставках занимала места призовые котята ее живут по почти по всей украине начинали от львова заканчивая донецком в полтаве в киеве в днепропетровске москве несколько котят живут только три котенка из 12 живут севастополе места в каких выставках участвовали и вообще насколько вот порода популярна сегодня порода я бы сказала набирает популярность потому что они это как бы длинношерстный вариант абиссинской кошки и например 10 лет назад про абиссинцев не слышал никто сейчас практически это одна из самых популярных пород на выставках сомалийцев пока очень мало но я думаю что раз абиссинцы завоевали сердца людей а сомалийцы практически такие же но только еще более красивые у них более красивая шерсть они отличаются исключительно вот шерсти да только длиной шерсти вот у нас дома живет ее дочка она дочка кота абиссинского и джина она выглядит как абиссинка она может рожать и сомалей и абиссинов однако вот и значит по выставкам но здесь мы занимали третье четвертые места в херсоне второе место занимали всех вы из всех животных выставки ну а так вот что касается кормления какие у них предпочтения конечно специальные корма или все-таки можно давать там обычную пищу если животное дома дно конечно лучше давать обычную пищу лучше давать не необычную точнее а натуралку ну да то есть мясо какие-то там кашки что добавлять овощи витаминки но так как у меня животных много я кормлю сухим кормом там в принципе есть все и это очень сильно упрощает уход то есть одно дело там готовить каждый день и другое дело просто насыпал всем и они все довольны у них постоянно лежит сушка и вот они абсолютно стройненькие даже скорее худенькие такие да поджары что касается вот допустим кошка уход обычно те же перси их надо вычесывать их надо мыть их уход довольно как бы проблематичный здесь что касается ухода как мне очень нравится эта порода тем что ухода не требует вообще вот джина мылась последний раз года два назад когда мы с ней были на выставке лютик не мылся ни разу то есть и тем не менее кошки сами за собой можно сказать прекрасно сами за собой если их несколько они так мило друг дружке вот вылизывать теме стадо которых сами не могу такие чистюли да да они очень это любят абсолютно от них нет никакого запаха и ну единственное что наверное как и любую краткошерстную кошку во время линьки то есть два два раза в год немножечко можно вычесать или мокрой рукой или там специальной расческой резины как вообще порода появилась то вот это абиссинская порода существовала уже давно больше ста лет и естественно что никогда не бывает чистых кровей все время какие-то были помеси и вдруг не у некоторых заводчиков стали появляться длинношерстные котята их долгое время скрывали несколько десятков лет считалось что это ну вроде какие-то прокровки но они настолько были красивые но это живот вот прелесть это же лисица просто домашние что а со временем начали их как бы легализовать и потом сделали отдельную породу сомалийскую она поэтому так и называется потому что а сомали это та же территория древней абиссинии и поэтому то абиссинская это сомалийская активные кошки наверное они все-таки охотники по своей натуре или нет они очень любят охотиться но к сожалению условиях квартира у них единственное за кем они охотятся мухи но если домой залетела муха у всех кошек счастье они они пока я не поймают все просто вот бросается на окно на стены и наверное все кошатники знать что кошки очень любят лазерную каску всей толпой дружную и когда котята вы или по стенам за ней прыгают они очень любят когда с ними играет что касается котят насколько быстро растут вот мы видели полгода кошки очень сильно отличается от от котов вот в общем-то кошка вот она миниатюрная она весит два с половиной килограмма то есть больше она уже не вырастет а малыш вот этот вот полугодовалый вот я думаю где-то три с половиной четыре килограмма может то есть он еще будет он будет расти до семи до восьми месяцев они растут то есть если кто-то хочет заводить такую породу то нужно смотреть что им больше по душе если больше по душе нечто такое тискательное и более мурчливое это конечно нужно заводить кота а если такой вот именно как компаньон который будет везде нос сувать везде ходить за человеком общаться это вот скорее кошка то есть психотипами они тоже различаются коты и кошки по крайней мере то что я видела некоторое количество котов они все очень похожи они вот такие прям вот прям мур-мур-мур такие ласковые такие хорошие окошечки все-таки своенравны но вот видите она все равно от ласковой но но вот вот так просто вот сидеть на руках даже доме да все пришли к тому что начали разводить именно вот эту породу можно сказать случайно влюбилась в них я выбирала между священной бирмы это кошки сиамского краса с голубыми глазами тоже длинношерстно очень красиво и в общем то я выбирала такую породу была специально вроде их бермански берманцы или как-то так ну да берманцы да и специально была в москве пошла на выставку посмотреть на этих берманцев и тут какие-то две лисицы смотрю обтираются ходят в клетке и так заинтересовалась думаю что за порода и потом как тут пришла почитала в них о них в интернете то что за ними практически не нужен уход то что они активные мне это покорило очень люблю как кошек активных а священная бирма все-таки такие более что ли спокойные и по интернету пообщалась заводчица из донецка натали из очень известного питомника самоликанова джина оттуда и буквально второй раз жизни я увидела котенка когда приехал его забирать то есть вот хочу на все да ну то есть я видела видео фото но вот живьем я трогала первый раз вот джину и смотрела на них только на выставке вот в москве сколько они сейчас могут стоить ну средняя цена пэтика то есть под стерилизацию кастрацию где-то 20-25 тысяч на природе как они себя чувствуют вот допустим если не квартира а частный дом я думаю они прекрасно себя чувствовали просто вопрос в том как бы вопрос безопасности потому что такую кошка если она например убежит к соседям не факт что потом ее кто-то вернет то есть она может остаться ну ее просто могут забрать затискать да 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 если допустим там забор высокий и уверенность в том что соседи адекватные то конечно можно заводить то есть если хорошие отношения с соседями они вам ее банально вернуть если не очень то просто к сожалению недавно случай был с другой породы со своими знакомыми кот красивый китайский ухоженный ушел на дачу и так вот и так он куда-то делся играться насколько они любят вот возраст от этого зависит не зависит или вне возраста обожают играть не возраста они вот вот она спит я например беру махалочку с колокольчиком подхожу начинаю махать все она тут же бегает прыгает есть какие-то любимые у них игрушки лазерная каска то есть вот это самое то интересно что их привлекает то в лазерной указке казалось бы ну что какой-то там световой элемент у меня причем вот ее дочка она уже знает там лазерную каску нас типа с брелочком я беру саму лазерную указку звук она тут же прибегает уже на этот звук что сейчас будет . они очень умные кстати они сами вот что лютик что джинн они сами научились откликаться на свое имя именно не там кис-кис а имя а на кс-кс никак вообще не реагирует странно обычно кошка первое что слышит тут же бежит а здесь а потому что их так не приучали то есть вопрос приучения но опять же вот любопытная сидит в клетке и выглядывает встала в эту сторону смотрела видать что-то привлекло что касается вот этих выставок на самом деле какие места занимали уже ну вот от второго до четвертого второе место это однако не так уж ты просто сделать да очень сложно потому что здесь конкуренция например с майн-кунами майн-кун обычно очень хорошего качества очень большая конкуренция нас-то сомалей практически раз давай обнялся пока что распространенность в россии на данный момент я так понимаю только начинают набирать обороты в москве в питере достаточно много их а в других городах вот по одному буквально то есть там где центр там где можно сказать оттуда откуда все начинается там они у нас а в севастополе получается вот кроме троих котят но трое котят они все поэтики то есть по стерилизации кастрация вот в разведении только вот у меня потом по всей украине у нас питомник есть хороший в донецке был сейчас она во львов переехала потом в днепропетровске и в киеве все то есть там их очень мало вот всего три питомника таких более крупных на сегодняшний день все-таки вот этих кошек кому бы порекомендовали молодой семье или людям в возрасте только не людям возрасте ну бывают люди возрасте разные но вот просто эта кошка она будет все время активной и не нужно вот как маленький ребенок то есть она будет все время приставать а поиграть она утром например вот до сих пор они утром приходят там в шесть-семь утра они мурчат обтираются они хотят внимания и лучше наверное с детьми скажем не совсем младенчиками например вот там 3 от 3 до 10 лет вот просто идеально ну спасибо большое что нашли время пришли к нам удачи вам вашем так сказать деле в разведении кошек вы смотрели программу в контексте эфир же информационного канала севастополя продолжается любите кошек и разводите их